Киев всегда акцентирует внимание на том, Украина, чтобы максимально быстро привлечь к ответственности всех российских военных, российское руководство за все преступления, которые они сотворяют в Украине. Эту тему более подробно будем обсуждать с юристом-международником, агентом Украины в Международном суде ООН, послом по особым поручениям МИД Украины Антоном Коренеевичем. Антон, рад приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Знаю, что у вас очень загруженный график за то, что вы подключаетесь к эфиру. Отдельное вам спасибо. Буквально несколько вопросов к вам. Антон, понимаем, и президент Украины Владимир Зеленский говорил в одном из своих последних обращений, что создание трибунала над Российской Федерацией это очень сложный процесс и как таковой закономерной базы нет и не существует. Объясните, пожалуйста, сейчас самые мощные шаги, которые Украина делает для того, чтобы привлечь к ответственности россиян. Что сейчас делается? Непосредственно о вашей работе расскажите. Ну, безусловно, как говорит господин президент, это действительно задача очень серьезная и очень тяжелая, потому что мы говорим о создании нового органа международного правосудия. Да, то есть это говорит о том, что нужно и подготовить всю юридическую составляющую для этого, в том числе с основоположными установочными документами, да, и, соответственно, также получить политическую волю наших международных партнеров для этого. Поэтому, безусловно, эта задача непростая, но мы имеем четкие указания руководства государства двигаться по этому треку. Мы это делаем. Мы это делаем и в юридической плоскости, собственно, готовя и подготовив определенные проекты, которые могут лечь в основу работы этого специального трибунала и в политической, проводя переговоры и консультации с нашими международными партнерами. Безусловно, очень важно, что месседж о важности этого специального трибунала озвучивает лично глава государства, президент Владимир Зеленский. Он говорит об этом в спецтрибунале как о приоритете для государства, для правительства, министра национальных дел Украины Дмитрий Кулеба, руководство офиса президента Украины, в частности Андрей Смирнов. То есть это говорит о том, что Украина четко позиционирует создание специального трибунала касательно преступления и агрессии против Украины как ключевого для нас сегодня приоритета и органа для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства Российской Федерации. Но в свою очередь также, опять же ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, он сказал, что суд должен привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Он также просил немедленно дать приказ Москве прекратить военное действие и срочно назначить слушание. Мы видим, как Российская Федерация очень упорно и уперто игнорирует все принятия резолюции, все призывы остановить войну и видим, скорее всего, Путин не остановится в силу того, что уже так называемые путинские референдумы проводят на временно оккупированных территориях. Мы видим единую позицию всего цивилизованного мира касательно этих даже псевдореферендумов, касательно территориальной целостности Украины. Скажите, пожалуйста, в данном случае какие рычаги влияния, приоритеты у Украины есть для того, дабы привлечь Россию к ответственности и уже мы получали какие-то плоды от этого? То, о чем вы говорили только что, это непосредственно другой уровень привлечения России к ответственности, привлечения ее к ответственности как государства, в том числе в нашем мест государственном деле Украины против России по обвинениям в геноциде, которое мы подали в Международный суд ООН в ГАГе 26 февраля этого года. То есть это дело о привлечении России к ответственности как государства. Спецтрибунал по преступлению и агрессии – это механизм, который должен привлечь к ответственности индивидов, то есть представителей высшего политического и военного руководства Российской Федерации. То есть это просто разные слои, разные плоскости, скажем так, привлечения к ответственности. И как раз то, что вы говорите, мы в том числе нашим международным партнерам и говорим, что Украина очень активно с 2014 года по сути применяет все, что дает международное право. Все механизмы, все инструменты мы находимся во всех возможных международных судах против Российской Федерации. Но мы видим, что этого недостаточно и что нам нужны новые механизмы для того, чтобы обеспечить эту ответственность. И как раз специальный трибунал по привлечению к ответственности за преступление и агрессию против Украины и может закрыть эту прогалыну, эту дыру в системе международного правосудия в том плане, что мы будем говорить уже об ответственности непосредственно политического и военного руководства Российской Федерации, чего не было с 2014 года. Поэтому мы думаем, что создание этого трибунала действительно может иметь очень важное значение для всех этих процессов. Ну и вот в продолжение ваших тезисов министр юстиции Украины Денис Молюско тоже говорит, что этот трибунал будет направлен на топовых чиновников России, Путин, его ближайшее окружение, министр обороны России, Шойгу и другие чиновники. Но ведь мы же понимаем, что сейчас в юридическом плане это все очень трудно делать и видим, что сейчас все-таки по некоторым вопросам, но Европейский Союз не может даже отказаться от тех же энергоносителей на все 100%. И пока что, я подчеркну, пока что. Ну и здесь Российская Федерация продолжает давить. Скажите, насколько вообще в целом реалистично, если реалистично, то какой дедлайн того, чтобы Россию и все военное руководство, все руководство Российской Федерации сделать полным игнором, впустить ее в режим игнора перед международными партнерами, перед цивилизованным миром? Вы знаете, я думаю, что тут очень важно, вот то, что вы процитировали нашего коллегу, это говорит о том, что у нас сегодня в Украине есть политика одного голоса, да, one voice. То есть мы все четко понимаем, что нам необходимо для привлечения России и российского политического и военного руководства к ответственности. У нас нет кого-то, кто не разделяет эту точку зрения. То есть это очень важно. У нас внутри страны есть консенсус, у нас никто против этого не вступает. Касательно второй составляющей, собственно, вашего вопроса, безусловно, мы не можем говорить о каких-то дедлайнах, потому что если бы все зависело только от нас, от украинской стороны, мы бы это сделали сегодня, завтра или послезавтра. Но, безусловно, для этих всех вещей нам нужно в том числе и участие международных партнеров. И поэтому мы со своей стороны делаем все для того, чтобы это было сделано как можно быстрее. И мы это делаем таким образом, чтобы, условно, мы имели судебные решения, которые мы будем складывать в условное портфолио. Да, это очень важно, чтобы это были не только политические оценки, которые тоже важны, но чтобы это были юридические решения о ответственности России и российских лидеров в контексте их нарушений против Украины. И когда настанет момент, что Россия захочет вернуться в цивилизованное общество, а он, я думаю, когда-нибудь настанет, потому что не может такая страна, такая экономика быть постоянно изолированной от всех и от вся. Соответственно, исполнение всех этих файлов, которые будут находиться в нашем портфолио по ответственности России и ее руководства, оно должно быть одним из ключевых условий возвращения России в цивилизованное международное сообщество. Поэтому, несмотря на дедлайны, несмотря на время, несмотря на трудности, которые возникают на этом пути, безусловно, это не простой путь, нам надо это все собирать, чтобы, когда настанет день, мы четко понимали, что эти люди и эта страна должны отвечать, должны совершать свою ответственность перед нами и перед всем международным сообществом. И именно только так они могут претендовать на то, что они могут называться цивилизованным государством. Ну, это Зеленский на совбезе ООН сказал, что единственный путь остановить Российскую Федерацию – это ее полная изоляция. Я понимаю и я слышу официальное заявление в ООН в том числе с трибуны, но знаю, что вы общаетесь, так сказать, и вне трибуны, за кулисами с международными партнерами. Их позиция едина. Они понимают, как изолировать Россию сейчас, либо же в ближайшее время? Ну, видите, мы больше с коллегами работаем по вопросу привлечения к ответственности, более по юридическим вопросам. Во многих вещах мы видим действительно единую позицию. Во многих, в некоторых вещах мы видим, что действительно в определенном смысле позиции разные государства могут немного различаться. То есть основа у всех одна. То есть должна быть ответственность за то, что творит Российская Федерация, ее военное, ее руководство в Украине против нашего народа. То есть это тезис – абсолютная аксиома. Дальше, безусловно, могут уже быть какие-то разные мнения насчет того, какие же механизмы, инструменты более эффективно нужно использовать для того, чтобы добиваться этой ответственности. То есть очень важно, что все понимают, что, как говорят часто наши коллеги, «the question is not if, but how». То есть вопрос не в том, надо ли привлекать к ответственности. Это все понимают, что нужно. Вопрос в том, как, каким образом. Вот как раз и разработка, в том числе и нового механизма специального трибунала направлена на поиск вот этих новых адекватных, эффективных решений. И финальный вопрос также, чтобы сильно не затягивать. Опять же, возможно, повторюсь. Но давайте попробуем по пунктам пути привлечения к ответственности. Что в силах Украины? От какого решения мы, как украинцы, зависим от международных партнеров? Ну и финальный план, понятное дело, по итогу. С чего начнется этот трибунал над Российской Федерацией за ее преступление в Украине? Тут, опять-таки, если мы говорим о привлечении к ответственности, то это очень многовекторный вопрос. Во-первых, использовать то, что мы уже используем с 2014 года. Это Международный суд ООН. Это Европейский суд по правам человека. Это и расследование ситуации в Украине в Международном уголовном суде. То есть все эти треки надо, безусловно, продолжать. Это очень важно. И надо создавать новые механизмы, насчет которых мы действительно видим вот эти вот прогалоны в системе привлечения к международной ответственности. Украина видит сейчас два таких важных механизма, которые могут закрыть вот эти лакуны. Первый – это, собственно, специальный трибунал касательно преступления и агрессии против Украины. И второй – это создание специального компенсационного механизма для компенсации всего ущерба, нанесенного Российской Федерацией в контексте ее вооруженной агрессии против Украины. Оба механизма являются важными. Оба Украина отстаивают, что их нужно создать по спецтрибуналу по преступлению агрессии. У нас есть на сегодня хорошего уровня политическая поддержка международных организаций, в частности парламентских ассамблей. Две резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, две резолюции Европейского парламента, декларация Парламентской ассамблеи НАТО, это резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, постановление Верховной Рады Украины, постановление Сейма Литовской Республики. Недавно у нас создано в правительстве, в правительстве, простите, Верховной Раде Украины межстракционное объединение, трибунал для российских агрессоров, куда входит уже более 50 народных депутатов. Президент Украины создал официально рабочую группу своим указом по разработке механизма специального международного трибунала для преступления агрессии против Украины. У нас есть, в принципе, подготовленные проекты, установчик документов этого трибунала. То есть мы со своей стороны делаем все то, что мы можем сделать, что мы можем предложить нашим международным партнерам для движения вперед. Поэтому я думаю, что сейчас должен наступить очень важный момент, когда мы должны немножко уже от адвокаций переходить к непосредственно межгосударственным вот этим контактам по сути вопроса, поскольку, опять-таки, вот этот бэкграунд у нас уже более или менее готов. Антон, я вам очень благодарен за вашу работу, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, сил вам в вашей работе, потому что сейчас это самый важный момент, самый важный месседж, привлечение к ответственности всех, кто причинял зло, кто убивал мирных граждан в Украине. Я имею в виду и российские военные, и российское военное руководство, и, конечно же, лично Путин. Спасибо вам большое. Я напомню, юрист Международник, агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кореневич был на прямой связи с нашей студией.